Так, ну начнем. На самом деле я забыла, как должен называться мой доклад, потому что, когда переводила слайды, на самом деле он должен называться «Почему Kotlin?» или «А вообще зачем мне Kotlin?» и «Что я с этого получаю?» И первый вопрос, конечно, кто уже программировал на Kotlin, и тут пришел как профессионал и знает, что, куда, ну, примерно половину. Хорошо, значит, для остальных это будет полезно. Вот, значит, сейчас я хочу рассказать, ну, как бы такое стандартное введение про то, зачем нам это все надо и почему Kotlin вызывает столько интереса и, на самом деле, становится довольно популярным языком, особенно в Android community. А потом в конце я хочу немножко попытаться ответить на вопрос «Зачем карутины?» Вот, если, ну, то есть кто-нибудь, может, читал про карутины, слышал, знает? О, прекрасно. Ну, то есть у меня будет не попытка объяснить в деталях, как это все работает, а скорее такое мотивационное введение и о том, зачем это все надо. Но сейчас начнем просто с Kotlin и зачем вам какой-то другой язык программирования, когда уже есть Java. Kotlin — современный и прагматичный язык. И я вот в этом введении небольшом попробую объяснить, что я понимаю по словам «прагматичный» и что я понимаю по словам «современный» и зачем это, собственно, вам, и почему это как-то меняет то, будем мы его использовать или нет, точнее, будем ли вы его использовать или нет. Немножко формальностей. Зарелизили первую версию мы год назад, в феврале. Kotlin 1.1 с основной фичей карутины, то есть неким новым способом произвести асинхронные вычисления, зарелизили в марте. Он используется в JetBrains и во многих других компаниях. Сейчас статистика, что примерно 50% использования — это Android, 50% — это остальная Java. Скоро будет возможность писать Gradle скрипты на Kotlin. Это разрабатывается в Gradle. И на самом деле вопрос «зачем?», то есть что не устраивало в Groove? Почему решили использовать другой язык? Ответ на этот вопрос довольно простой — статическая типизация. То есть, ну, как бы в каком-то смысле один из ответов на этот вопрос — то, что код — статически типизированный язык программирования, и если у нас будут написаны скрипты на статически типизированном языке, программирование, мы получим кучу плюсов вот этой вот статической типизации, идеи, возможность видеть вообще, что мы вызываем и так далее. Kotlin разрабатывается в компании JetBrains. Это значит, что вы можете ожидать достаточно хорошую инструментальную поддержку для языка. Это я скорее уже начала объяснять слово «прагматичность», что мы понимаем под вот этой вот прагматичностью языка. Да, сейчас язык — это не только компилятор, это не только синтаксис, а еще и IDE, а еще и то, насколько удобно им пользоваться, насколько у нас очень, насколько у нас много доступно разных функциональностей. И так как Kotlin разрабатывается в компании JetBrains, то очень просто разрабатывать компилятор и сразу разрабатывать IDE к нему. То есть это гораздо проще, чем если представить, когда у вас компилятор разрабатывается совершенно другими людьми в другой стране. В нашем случае разработчик IDE пошел, ну, сейчас уже на другой этаж, потому что Kotlin команда растет, и IDE часть выкинули на другой этаж. Но все равно это гораздо проще, чем связываться с совершенно другой командой. Поэтому уже сейчас доступна большая часть того, что вы используете для Java. То есть если вы переходите на Kotlin, то вы можете ожидать, что все ваши привычные рефакторинги, комплишн, дополнения, и все вот это вот будет работать. Еще один очень важный аспект прагматичности Kotlin, который в каком-то смысле является причиной, почему Kotlin набирает популярность и, возможно, с кем-то другими языками — это совместимость Java кода. Kotlin компилируется в байт-код Java. В случае Android вы дальше компилируете в нужный формат. То есть здесь такой же механизм. Важно то, что можно с легкостью мешать Kotlin и Java в одном проекте. И когда мы дизайним Kotlin, когда продумывается, каким образом каждая очередная фича должна быть сделана, вот это вот требование, чтобы была очень легкая совместимость, оно является одним из основных. Поэтому когда вы что-то используете, когда вы пишете свой код на Kotlin, его будет очень… то есть он изначально задизайнен так, что его будет просто вызвать из Java. То есть всегда очень просто вызвать Java код из какого-то вашего кода на другом JVM на языке программирования. Но вот обратная стрелочка с легкостью работает не всегда. И в случае Kotlin было предложено действительно большое количество усилий, чтобы обеспечивать вот эту стрелочку тоже. То есть когда у вас есть ваше приложение на Java, вы подумали, что ну, можно попробовать добавить Kotlin. Вы можете писать какую-то новую функциональность, новый класс на Kotlin, и при этом вы можете спокойно продолжать разрабатывать приложение на Java и вызывать новый код из Java без каких-то проблем. Почему Kotlin оказался так популярен на Android? Во-первых, Android Studio основана на идее, поэтому вся вот эта вот инструментальная поддержка прекрасная, она работает без каких-то дополнительных усилий. То есть как-то подфартило, я бы так сказала, Kotlin. Вот. Если посмотреть на то, насколько сложный, насколько тяжелый Kotlin, чтобы добавить в ваше приложение, его можно вполне сравнить с какой-нибудь библиотекой. В данном случае я сравниваю с RxJava, и если сравнивать с RxJava 1, то там будет примерно одинаковое количество методов добавляться. Почему-то в версии 2 их стало гораздо больше, но мне лучше, у меня слайд стал даже более такой мотивирующий, зачем нужен Kotlin. Почему так мало методов? И почему такая простая совместимость с Java? У нас нет такого понятия, как наша новая стандартная библиотека коллекций. Мы используем Java стандартную библиотеку. То есть в Kotlin нет такого понятия, как Kotlin SDK, у нас есть GDK и набор экстеншн. Я перевела все понятия на русский, поэтому, возможно, слайд будут такие функции расширения или еще что-то. Если вы знаете Kotlin, то вы запросто поймете, что я имею в виду extension functions и так далее. То есть то, что у нас нету, это тоже дизайновое решение какое-то, какой-то выбор. То есть если смотреть на Scala, например, то там новая прекраснейшая библиотека коллекций, но при этом мы теряем совместимости. Здесь мы как-то пытаемся подлучить библиотеку существующую, имеем хорошую совместимость. Ну да, что-то теряем, мы не делаем в этом месте мир лучше, идеальным, но зато мы имеем вот эти два плюса. Это все, что я хотела сказать про слово «прагматичный». То есть, повторюсь, это то, что есть хороший тулинг, и то, что у нас одна из целей — это хорошая, легкая совместимость с существующим Java кодом. Теперь немножко про слово «современный». Ну то есть тоже есть такой хайп по поводу современных языков программирования. Если вы сравните, посмотрите, например, на Swift, который тоже позиционируется как современный язык, замена более verbose языкам, то вы увидите много общего. Если вы посмотрите на какие-то другие языки, то же Scala, то же Groove, если не уползать сильно в детали, то вы тоже увидите много общего, и после какого-то опыта на этих языках вы смотрите на Java и, так, а где мои современные языковые механизмы? Что-то, чего-то не хватает. Вот. Я хочу рассказать про слово «современный», и для меня это понятие состоит из трех вещей. Лаконичный, безопасный, в смысле safety, а не в смысле security, и выразительный. И вот я сейчас расскажу про, ну, про несколько фич Котлина, которые демонстрируют вот эти свойства современности языка. Во-первых, лаконичность. Ну, это стандартный пример. Мне кажется, что даже если вы ничего не знаете про Котлин, вы предугадываете, что сейчас будет, потому что вот эти наши дата класса на Java, которые мы должны объявлять, и я надеюсь, что вы их не пишете руками, а используете генератор геттеров и сеттеров в идее, например. Но проблема остается, код остается, в любой сети остается многословность, и нам это все нужно читать. И если идея, например, умеет это сворачивать, то если вдруг вы решили почитать код на GitHub, то там он уже не… вам придется читать весь этот код. И не только Котлин. Мне кажется, все современные языки эту концепцию позволяют выразить короче. здесь я сейчас еще упомяну ту, который на самом деле очень хороший способ начать программировать на Котлине и поучиться программировать на Котлине, когда у вас есть существующий Java проект. Это автоматический конвертер из Java в Котлин. Вы его можете вызвать на методе, на файле. Вы можете даже скопировать код из интернета, и идея предложит вам сконвертировать. Ну и посмотрим, что он сейчас нам выдаст. Да, он выдает более короткую запись, и здесь под этой записью нужно понимать, что на самом деле генерится все то же самое. То есть на уровне байт-кода, и с точки зрения Java, для этого класса генерируется конструктор и два геттера. То есть ровно точно такой же код. И с Java мы можем вызывать геттеры, и если нам нужно переопределить поведение геттеров, то у нас есть такая возможность в синтаксисе, но если у нас дефолтная опция, то вы просто пишите такой код, и все. И еще в Котлин позволяет объявлять несколько классов в одном файле, поэтому если у вас есть несколько таких подобных дата-классов, то вы можете просто их объявить в одном месте, и гораздо удобнее становится это все читать. Еще один маленький момент. Мы добавляем одно ключевое слово — data, которое нам генерирует несколько полезных методов для этого класса. Equals, hashcode и toString, и еще несколько, но мы про них не будем говорить. Это тоже демонстрирует вот эту вот цель лаконичность. То есть мы хотим привычные вещи, те, которые чаще всего используются, выразить короче, выразить так, чтобы не нужно было читать кучу кода в попытках понять, а какие там пара классов здесь объявлены. И еще один пример работы конвертера, пример, который уже демонстрирует, что не всегда конвертер генерирует вам идиоматичный код. То есть это частая ситуация, что вы добавляете код в проект, начинаете на нем писать, используете конвертер, и у вас код очень похож на код на java. Ну то есть здесь у меня будет функция update weather, update погоду, пусть у меня там есть три цвета, и в зависимости от значения я просто присваиваю две переменные. Очень простой код. То есть вот у меня есть там description, color, и я присваиваю им какие-то значения. Вот. Если я конвертирую этот код автоматически на Kotlin, внимание, то же самое. Ну да, здесь ключевое слово fun, вау для объявлений переменной, но по сути точно такой же код. И действительно это очень частая ситуация. Вы или вы пишете новый код на Kotlin, он очень похож на то, что вы писали на java или конвертируете, и все прям один в один. Давайте его получаем. Ну, а, я думаю, что мы на самом деле довольно быстро его, то есть я не буду, мы не будем уменьшать его поставить, и мы сразу посмотрим на окончательный результат. Мы можем этот код улучшить итеративно и получить какую-то более короткую версию на Kotlin, которая делает то же самое. В данном случае вместо if мы используем when expression, который позволяет перечислить несколько условий, и в зависимости от каждого условия возвращает какие-то значения. И здесь мы, по сути, что мы делаем? Мы инициализируем пару переменных. Давайте явно и скажем, что вот мы хотим инициализировать пару переменных, и зависим от этого условия возвращаем пару. И все. То есть тут вот в этом примере видно, что не всегда конвертер генерирует эдематичный код, и действительно часто код на Kotlin будет короче, чем код на java, в том числе за счет того, что у вас есть больше возможностей выразить то, что вы хотите выразить. Следующая история. Про… Хорошо. Следующая история про безопасность. Это история про null pointer exception. Тоже довольно классическая проблема. А именно у нас… Ну, то есть в случае андроида проблема выглядит… Your app has crashed. Sorry. Ничего не знаем. Случился где-то null pointer exception. И проблема с null pointer exception в том, что мы не знаем, где источник проблемы, и нам нужно смотреть, что делать. И современный подход — это сделать это исключение ошибкой времени компиляции, а не времени исполнения. То есть вместо того, чтобы получать NPE на runtime как исключение, мы хотим сделать так, чтобы компилятор предотвращал эту ошибку. И эта проблема решается не только в Kotlin, решается в разных языках. У нее есть разные решения. Например, в Swift похожее решение на наше. В JV8 и Skala используется option. То есть это известный момент, который хочется предотвратить. Решение в Kotlin и Nullable типы. Мы разделяем тип просто и тип с вопросиком. И в типе просто мы не можем хранить нулевые ссылки. А если мы хотим разрешить хранить нулевые ссылки, мы говорим про тип с вопросиком. И, соответственно, первый тип можно безопасно разименовывать, потому что здесь не может быть никакой проблемы. А если мы хотим разименовать второй тип, то компилятор ругается и говорит, нет, проверьте явно, пожалуйста. И Kotlin предоставляет разные способы вот этой вот проверки, более удобной, чем проверка явно. Например, классическая ситуация. У нас есть какой-то класс, у нас есть какая-то inner data в нем. То есть в данном случае personal info, personal info тоже есть какой-то email где-то в глубине спрятавшийся. И здесь видно, что все может быть null, и даже client может быть null. И в Java мы будем писать такой код. Мы будем проверять ссылку на null и возвращать… Ну, ничего не делать, если она null. Здесь мы тоже будем делать то же самое. А в Kotlin это все? Какому-нибудь видно? То, что снизу? У вас есть два экрана, да? У вас есть два экрана? Ну, хорошо. Здесь написано… Будем быть введут для дальнейшего. Здесь написано то же самое, только с использованием оператора вопрос-точка, который возвращает ненулевое значение, если ссылка ненулевая, и возвращает null, если был null. То есть точно такой же код. В данном случае мы говорим вот здесь вот. Если client null, верни null, если personal for null, верни null, если mail null, сделай… верни из функции, и только в противном случае можно послать сообщение. Так. Сейчас. Время у нас заканчивается. Тогда еще минутку и закончим. Реализация nullable типов. Здесь важно отметить, что используются просто аннотации для этого. То есть не создается никакого… Нету никакой скрытой стоимости создания дополнительного объекта. И nullable типы — это не то же самое, что optional. Возможно, вы знаете, что в Java 8 и в каких-то еще языках есть optional. Optional — это обертка над значением. Nullable тип — это не обертка над значением. Это просто аннотация, которая проверяется компилятором во время компиляции. То есть когда вы используете nullable типы, если вы пишете приложение на чистом кодлоне, то компилятор вас всегда заставит все проверить, проверить на null-референсы. Если нет, то… Ну, то есть вы не сможете его обмануть и присвоить значение, null-значение в nullable тип. Это нарушается, если вы работаете с Java. То есть если вы используете общий проект, то вы можете получить нулевую ссылку из Java, но, тем не менее, вы получите все равно, скорее всего, не NPE, а какой-то assert присваивания. Ну, то есть последняя моя мысль — это про то, что если вы используете… В чистом кодлоне nullable типы вам гарантируют, что все будет хорошо, у вас не случится NPE. Если вы используете кодлоне с Java, то Java вам может все испортить. Но это такая отдельная история, почему так было сделано, чтобы было удобно совмещать кодлоне с Java. Вот. Так, у меня есть еще две минуты. Оставить? И еще две минуты. И еще две минуты на последнюю фичу, которую я хочу рассказать. И после этого мы, собственно, плавно перетекаем в следующий доклад. Да, вот у меня было современный, лаконичный, безопасный и выразительный. И вот что я понимаю под этим выразительным языком. Я расскажу просто про одну фичу, про extension functions. И на самом деле это очень простая идея, и она даже не придумана изначально в кодлоне. Она, например, есть в C-Sharp. Если вы когда-нибудь программировали на C-Sharp, то вы узнаете эти extension функции. Идея в том, что вы можете объявить функцию как расширение какому-то существующему классу. Например, здесь мы расширяем класс из стандартной библиотеки string. Из JavaScript-библиотеки мы не можем никак вклиниться в JVM и добавить этот метод в string, но мы хотим. И мы пишем такой extension. Здесь мы можем обращаться к методам стринга просто как будто бы внутри класса. И зачем? Что нам это дает в кодлоне? В кодлоне после этого extension функции мы можем вызывать через точку, как будто бы они мемберы. И, например, они видны в completion. То есть completion list нам будет показывать мемберы и экстеншены тоже. То есть мы таким хитрым образом расширили класс. То есть если в каком-нибудь Java списке не хватает какого-нибудь полезного метода filter, например, то мы можем написать extension, который этот метод предоставляет. А как вызвать? Помните, я говорила, что кодлайн и Java прекрасно совместимы, что все, что вы можете написать в кодлине, потом можно вызвать из Java. Как вы думаете, как вызвать такую штуку из Java? Вы знали, вы знали. Это нечестно. На самом деле да. На самом деле эти extension функции компилируются просто в обычные статические Java методы, принимающие string как первый аргумент, и из Java вы вызываете их как обычную Java. Все. То есть никакой разницы. Но при этом из кодлина они выглядят как будто бы у нас такой более крутой класс. Вот. Очень быстро какие-то примеры расширения для Android. Мы можем такую штуку переписать в просто вызов метода toast. Почему это работает? Потому что у нас есть this, и это activity, и мы можем написать extension метод на activity и опустить, и вызвать его… Ну, то есть мы всегда можем опустить this внутри класса. Здесь мы тоже можем опустить this, и это выглядит очень лаконично, хотя на самом деле неявная ссылка на activity честно передается. Тоже похожий пример. Здесь мы тоже можем написать extension метод на activity. И у нас есть библиотека расширений для Android, которые, по сути, просто тоже содержат несколько вот таких расширений. Вот. И наконец-то переход к следующему докладу. У нас есть в нашей стандартной библиотеке… Наша стандартная библиотека — это, по сути, просто набор расширений. В случае, там, в санарной библиотеке Java — это набор расширений на коллекциях. И в том числе это набор расширений, которые позволяют вам обращаться с Java-скими коллекциями в функциональном стиле, когда у вас нету еще поддержки Java 8. То есть вы на Android с 6-й Java можете пользоваться всеми вот этими блогами, даже если у вас нет Rx, просто на обычных Java коллекциях, если вы используете Kotlin, потому что у нас есть extension. Вот. Таким образом, мы плавно перетекаем в следующий доклад про функциональное программирование на Kotlin. Вот. Я так думаю, что… То есть у меня еще есть… Я надеюсь еще вам рассказать про… Зачем к рутины в конце. Вот. Я думаю, что у вас, во-первых, такая… Может уже плавно перетекать докладчик, может уже туда перетекать. Наверняка еще будут вопросы. Я про вопросы хочу сказать, что мне кажется, что у всех много вопросов, но я подозреваю, что у вас много еще вопросов. Там, а работает ли у вас это? Или еще лучше такие вопросы. А какие есть проблемы с вот этим? И вы понимаете, я из JetBrains. И я вам все расскажу. Да-да-да. Все у нас отлично. Все у нас хорошо. Поэтому есть такое предложение. Вопросы ко мне мы зададим либо после моего второго доклада, потому что я и так сунула вот этот introduction с тем, что давайте все-таки сделаем introduction. И может быть у вас будут какие-то вопросы к, собственно, людям, которые используют Kotlin, и они вам смогут в реальности рассказать, как дела обстоят. А не то, что там у нас все круто. Вот. Так что давайте тогда плавно притекаем, а потом вопросы в конце, после крутин и перерыве. Спасибо большое. До встречи. Продолжение следует...